Мы ездили в Порчино. Вот мы все трое сидели в Лерушину. Так интересно было. Как вы выехали из дома, как ехали дорогой, разговаривали, о чем или молились, и как приехали, кто встретил, в каком здании. Подробно-подробно. Вы ей добавили. Батюшка сказал в воскресенье, а раньше ехали. А расскажи кто? А может начать еще раньше с письма, которые туда министру написали? Может быть с письма начать, которые вы министру написали? Ну да. Так написали, напишите, скажите. И ответ какой пришел? Ну поехали, то уже письма там было известно. Нет, сначала буквально было, почему поехали в Порчино. Давайте, как считаете лучше, как вы делаете. Каким она должна быть записирована? Ну вот сначала прочитать прошение, то что мы написали, а потом то, что ответ пришел. Прошение министру по образованию и науке Алтайского края Житских АА. Уважаемый Александр Анатольевич, к вам обращаются жители небольшого поселка Потеряевка Мамонтовского района. Наш поселок начал возрождаться в 1991 году на месте полностью разрушившейся деревни. С 23 марта 1992 года постановлением районного совета депутатов номер 47 получен статус поселка. Поселок восстанавливается на старинных благочестивых христианских православных обычаях. Сейчас уже насчитывается более 20 дворов, в которых проживает семьи с детьми. Все жители православных христиане не пьют, не курят. Своими руками построили храм и школу. Собственными силами восстанавливаем пруды вокруг поселка, разводим рыбу, строим дороги внутри села. От государства помощи никакой ни разу не было. Ближайшее село, село Корчино, находится в 15 километрах. До него мы можем добраться только летом, так как зимой, весной и осенью проселочную дорогу заметает снегом или размывает дождями. В этом бездорожье мы можем связаться только с городом Барнаулом по железной дороге. ЖД-станция находится в 4 километрах от поселка. С большим трудом в 1997 году у нас была открыта начальная школа. Постановление районного совета депутатов номер 36, 18.06.97. Филиал Корчинской СОЖ имени Героя Советского Союза Ладушкина. В 2003 году получено разрешение на обучение детей в поселке Потеряевка. С 1 по 9 класс. За 20 лет существования школы у нас было 6 выпусков, 9 классов. Из 17 выпускников 8 получили аттестаты с отличием, 5 окончили основную и среднюю школу на 4 и 5. После 9 класса наши дети обучаются в 10-11 классах города Барнаула, а затем поступают в высшее учебное заведение на бюджетной основе. На сегодняшний день среди наших выпускников уже есть 2 врача, инженер-строитель, агроном, электрик, стюардессы, учитель английского языка, техник, менеджер, монтер пути. И трое детей еще продолжают обучение в вузах. И трое выпускников нынешнего года все получили красные аттестаты. Будут обучаться в 10 классе города Барнаула. Ребята ежегодно участвуют в дистанционных олимпиадах по различным предметам и занимают призовые места. В 2016-2017 году ученики, значит, два ученика заняли первое и второе место в Всероссийской школьной олимпиаде на муниципальном этапе по математике среди 9 классов. В школе преподают три учителя с высшим образованием, учитель начальных классов, математик, физик. Двое имеют первую квалификационную категорию, один – высшую. Наши педагоги награждены грамотами Комитета администрации Мамонтовского района по образованию и один – почетной грамотой Главного управления образованием и молодежной политики, а также благодарностями деревенской общины поселка Потеряевка. Наши учителя – участники различных дистанционных конкурсов профессионального мастерства. Среди них есть победитель окружного конкурса «Учитель года», лауреат районного конкурса «Учитель года-2016», лауреат краевого конкурса «ИКТО-2016», участник конкурса «Лучший учитель на получение денежного поощрения в рамках реализации ПНПО, лауреат районного конкурса на лучший образовательный сайт, победитель окружного конкурса «ФГОС-10», победитель марафона профессиональной компетентности педагогов «Мой урок». Такие подробности мы описываем для того, чтобы вы могли яснее представить картину нашей жизни и серьезность нашего прошения. Дело в том, что в 2017-2018 году учеников в школу пойдет только три ученика. Второй – два в четвертый класс и один в восьмой. В связи с этим администрация района предполагает нам начальные классы перевести на семейное обучение, а средние – на дистанционное обучение. Фактически нам предлагают закрыть школу. У нас подрастает молодое поколение, где оно будет продолжать свое обучение. Родители этих детей не согласны на семейное обучение, а дистанционное обучение невозможно из-за удаленности поселка и слабого интернета. Мы не хотим, чтобы закрывали школу. Наши дети имеют право получить образование там, где они живут. Если не будет школы, не будет и поселка. Не дайте умереть молодому селу. Вот тут староста, подпись Барабаш, настоятель общины, протеерей Аким Лапкин. Две подписи. Вот здесь вот разве это решением поселка, вот это вот, неправильно, 23 марта. Это решение Краевого совета. Постановление районного совета депутатов. Почему? Постановление районного совета, да. Краевого, не районного. Вот про что. Заход к Писусури. Наверное. И вот, получается, ответ пришел, да? Министерство образования и науки Алтайского края. Рассмотрение обращения от 14... Это не от 14, это обращение, 14 до 8, 17. И.Т. Лапкину, поселок Потеряевка. Уважаемые жители поселка Потеряевка, по результатам рассмотрения вашего обращения об организации обучения школьников в поселке Потеряевка, сообщаем, в Комитет по образованию администрации Мамонтовского района направлено письмо о необходимости устранения выявленного нарушения, в скобочках, ведения образовательной деятельности без лицензии, и организации обучения детей в поселке Потеряевка в соответствии с требованиями законодательства. Вопрос находится на контроле в Министерстве образования и науки Алтайского края. Заместитель министра МВ Дюбенкова. Ну, посчитали. Теперь рассказывай. Ты же ездил? Да. А мы и что вы будете добавить? Ну что, поехали туда, рассуждали, что... Значит, естественно, помолились, что будем говорить, как себя вести. Приехали, значит, нас разместили в класс. Буквально минуты, наверное, 3-4 подождали, и вот она, это заходит, комиссия. Ну, там, в составе Корчино, в Корчинскую школу. Вот так. Да. Сели в класс, приехала вот эта Чебрякова, и с ней еще женщина, которая тоже, они двое. И директор школы, вот их три было. Да, и нас трое, и их трое, и нас трое. Ну и, значит, что, она стала говорить. Опять возможные варианты, да, по-моему. Как раз, ну, трое, ну, еще трое было. Трое, трое. Основное, значит, что она говорила, это предложила вот такую форму обучения, дистанционную, когда, значит, часть предметов основных ведут учителя. Она говорит, что мы учителей всех оставляем, вот, они будут вести основные предметы, а дополнительные, там, не дополнительные, а чтение, рисование такое, вот, переведут на домашнее обучение, будут родители обучать. Ну, наверное, для того, чтобы понизить, там, как-то часы или ставку, там, я не знаю, что. Вот, значит, формула такая очно-заочного обучения позволяет на уровне, как бы, законодательства ничего не нарушать, в плане, что, неважно, какое помещение, вот, там, соответствует ли оно требованиям Роспотребнадзору, вот, то есть, есть такой выход. Вот, мы еще раз отметили, я говорил лично, чтобы, я говорю, у нас учителя особые, именно поэтому мы, говорю, за ними держимся, чтобы именно они обучали. Вот, и мы хотим, говорю, чтобы они были, остались. Вот, ну, это, значит, договорились, что такая форма обучения будет на время, пока мы оформляем вот это помещение по закону. То есть, нужно оформить его, там, три пункта, которые она отметила, пожарная безопасность, значит, Роспотребнадзор и оформленное здание. Чтобы когда-то это все сделается, то адрес нашего помещения внесется в лицензию Корченской школы. И тогда на законных основаниях здесь будут, значит, проходить обучение. Вот, уже, по всей видимости, и предметы уже все могут быть полностью. И какие-то там ребятишек дополнительных брать, что она, как бы, сейчас, говорит, нельзя брать чужих ребятишек. Не хочет проблем, ничего она там не хочет, не знаю. То есть, они пришли с готовым решением, никакого у вас там диспута не было? Нет, мы спокойно поговорили, то есть, мы еще раз, я говорю, я говорю, смотрите, я говорю, вот, ситуация-то крайне такая, как это сказать, обостренная. Почему, я говорю, вы раньше не приходили, когда было там, ну, утрируем, там, 20 детей у нас было здесь. Почему вы раньше? То есть, я говорю, как-то так получилось, что осталось два ребенка, и вот они вы. Я говорю, сегодня 31 августа, и вы нам говорите, что завтра, 1 сентября, мы никого не будем учить. Я говорю, так как это так? А где вы, говорю, раньше были? Ну, да, я, говорит, вот, как бы, признаю свою вину, что вот, там, замалчиваю, и все. То есть, как-то теперь ответственность, давайте это уделить, потому что с нас-то, почему теперь, я говорю, это, говорю, похоже на шантаж. Вы, говорю, сейчас даете, допустим, два варианта, и все. Не согласны, типа, ваши проблемы. Я говорю, так не пойдет. Если, говорю, сейчас такая экстренная ситуация, давайте, значит, в экстрем порядке решать. Значит, оставлять нас на такой же основе, мы так же учимся, все. Я говорю, ну, нельзя, говорю, так. Ну, она пояснила, что нет, мы никого не шантажируем, что вот они, значит, предложение вот она внесла на очно-заочное обучение, ну, которое, в принципе, и нас устроило, вот, на тот период, пока мы здесь оформляемся. А кто у них там за главного, кто главный был, отвечал, говорил? Ну, Чепрякова вот эта, она же с района, да, 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 она-то, она и есть, да. А в Атреге там молчали? Ну, в основном, да. Просто, я говорю, она еще такой вопрос задала, я, говорит, сомневаюсь, сомневаюсь, как? В качестве. В качестве обучения детей, я говорю, смысл, я говорю, позвольте, это как вы поняли, вы сомневаетесь? Я говорю, разве не оценки служат показаниями качества обучения? Вот, я говорю, а в других вы не сомневаетесь? Да я и в тех, в других сомневаюсь, и в мамонтово, и в Порчино. Я говорю, так о чем речь-то? Она школа вся, собственно, построена на то, чтобы детей учат ради оценок, если по-честному. Я говорю, какая разница-то? Вам вот она, оценки получили, пятерки, все, вы должны быть довольны. Я говорю, наши дети заканчиваются отличиями, все, то есть у нас как индивидуальное обучение. Она говорит, да, я это со счетов не снимаю. Я говорю, тоже хочу отметить, что высокий показатель, когда эти результаты приходят, в первую очередь я смотрю, по потеряешься, значит, в школе, мне интересно, как вот у них показания. Я смотрю, что они выше там у всех остальных, в общем. А у всех остальных? Ну, да, что выше других, там, мамонтовской, корченской. Вот, я говорю, вот он показатель, они показатель того, что у нас нет кабинета физики, колбочек. Я говорю, это, я говорю, ерунда. Я говорю, ну и будут у нас, я говорю, там в Порчино, допустим, колбочки эти есть, и что там, троечники, двоечники. Она говорит, ну да, как бы вот это не показатель. То есть они не настроены были, чтобы конфликт разрастался. Она сразу, да, как бы пояснила, что, говорит, не хочу там конфликтовать, ничего. Я говорю, ну и нас поймите, мы, говорю, тоже не хотим. Она говорит, либо мы конфликтуем, либо нет. Я говорю, ну зачем? Мы, говорю, приехали, чтобы все по-мирному решить, обсудить. Я, я последнее сказал, говорю, если, вот, говорю, как президент, у него власть тоже весьма ограничена. Если, говорю, у вас власть ограничена в том, что вы можете нам помочь в чем-то, мы, говорю, тогда найдем, мы пойдем выше, выше искать себе помощников и заступников там. Она говорит, ну да, да, я знаю, что у Игнатия Тихоновича есть возможность там вот там кому-то там ходить в это. Я говорю, мы найдем. Я говорю, мы школу по-любому оставим, говорю. Асфальт нам никто не сделает сюда, там, чтобы автобус каждый день приходил, забирал, учителя с ребятишками отвозил. Такого не будет. То есть определенные условия. Она говорит, по всей видимости, выгодит, скорее всего, единственный в Алтайском крае, что вот с такой ситуацией. Ну, в Алтайском крае может быть одни, а по стране, я говорю, там, допустим, живут какие-то ивенки там, где-нибудь на Севере. У них тоже там выделяют им деньги, там тоже, у них как тоже такая обособленная ситуация. А в аулах живут-то там, одна сапина. И все равно учат. Учат, все, я говорю, поэтому здесь, говорю, никак нельзя. И мы, говорю, боремся именно за то, чтобы именно наши учителя здесь сохранились и учили наших детей. Я говорю, мы, говорю, зачем сюда приезжали-то? Ну, вроде, все по-мирному. Все. Так и решили. Как они, разговор-то, закончили, я сказать, все, какие слова были? Ну, такие были слова, но все, мы договорились, все, слава Богу. Ну, это уже я, слава Богу, что все хорошо. Вот, ладно, говорит, давайте пока. Катеряевские учителя могут идти, расписываться в получении месячных денег. Заявление ей написать надо было. Ну, а Ирине что? Ну, а Ирине, что, значит, на прошу, у нее же два ученика, прошу-то моих детей перевести на очно-заочное обучение, как бы это же официально. Вот, как раз именно вот эта форма обучения, о которой шла речь, для того, чтобы для нас сделать. Ну, я не совсем понимаю, очно-заочное-то как? Ну, это, то есть, они, вот, по идее, очно-заочное обучение, они могут учиться в любом помещении, никаких стандартов, никаких, вот. Но учителя наши, они также на ставке там определенные, там, часы сколько им дали, то есть, основные предметы они ведут, вот. Я говорю, а дополнительные какие-то, по всей видимости, там, подсократить как-то уже. Остальные она ведет, мама тоже. Остальные мама ведет, рисование, там, чтение, что там еще? Физкультура. Физкультура, наверное. Выходит, четыре учителя. Ну, подожди. Ей платить-то лучше? Да нет, нет, конечно, это... По каждому предмету еще сдавать экзамены детям теперь, которые вот она будет вести предметы. В качестве проверки. Есть аттестацию проходить, по каждому предмету. Ну, вы довольны? Еще довольны, мама есть. Так, я вчера Елене Анатольевне задавал вопрос, и вам. Как вы понимаете, то, что сейчас они сделали, это четко на сто процентов, и назад они не попятятся? Этот год, я думаю, что куда пятится в учеб... Она же здесь сидела, она дала понять, что учебный год начинается, дети должны обучаться, должны. И им нужно было найти, она привезла папку, у нее там законы в образовании, везде закладки, она их вылистает. Она не может от этого закона, но вот они что-то там выискали, вы нашли такой вот пункт, что... То, что законы принимаются выше, 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 то есть они принимаются где-то там. Возможно, они там разрушительные, там еще какие-то, но это-то районный начальник, и поэтому он такой же подневольный, он тоже пытается именно подходить под эти законы. И поэтому, говорит, даже некоторые лазейки есть там, что вот в этом году сделали для некоторых семей, что если родители хотят обучать ребенка сами, то они могут, то есть это не противозаконно, ничего там, ну, по всей видимости, по религиозным убеждениям, может быть, еще что-то. По всей видимости, раньше это как-то было наказуемо, ну, не знаю. Не было семейного, не было ничего. Ну, как вот, не семейно, как вот она объяснила, что... А теперь, говорит, это вот, есть, говорит, такое, что послабление дали. Вот мне написал один, говорит, куда вы лезете, школа. Верят в происхождение от обезьян, и вы им детей будете отдавать. Он просто не знал, какие тут учителя, понятное дело. Учителя у нас не обезьян, у каждого бабушка было человеку. Это первая доказательство. Просто надо понимать, что по всей видимости уже, ну, наверное, старого не будет уже, как было старое, то есть новые какие-то условия, соответственно, ну, и как бы и психологически, и так надо подготавливаться к этому. Если не нравится, сказали частную школу. Да. Ну, пожалуйста, частную делу. Значит, что, нам нужно ждать, когда приедут там мусульмане, которые привыкли в христианстве, ну, каждого по восемь ребятишек. Или спонсоров искать. Ребятишек. Плажите-то размножайтесь, как старый дед Кролик сказал, говорит. А если нас будет ели, и будут кушать удавы. Сказка такая. Прибежал молодой Кролик и говорит, деда, я удава видел. И он прям мимо меня прополз и не тронул. Все по-другому теперь. Он говорит, подожди, ну, так, где он полз? Он говорит, да вот здесь вот около кладбища. Так, а ветер с какой стороны дул? Он говорит, ветер дул с той стороны, на меня. Так, а ты знаешь, что у него с этой стороны глаз выколот, носочек напоролся. А ветер попадал, запаха нету. Поэтому, внущик, наша задача вплотиться и размножаться. Удав не изменился, говорит. Он просто, удачно ты попал, ветер с той стороны дул. Так и сейчас. Господь Силипра, что добавишь? Еще нет. Ну, ты как подробно все расписал. Сколько это продолжалось у вас совещание? Я думаю, час точно. Часа полтора максимум, наверное. Как бы немного, но и немного. Ты не ездила? Нет, я по Пагу ходила. А мы тут молились все. Я побежал в Багу, скорее, молиться надо, помогать. Не одели, а ты сам побежал. Давай, помогайте все. Ну, из этого никакой тайны они не делают, что так с нами поступили? Да нет, я думаю, тайны нету. Просто, как, вроде доброжелательно, все, ты же внутрь не залезешь. Ты же не знаешь их программу наверху, как они там. Ну, дают возможность, будем сейчас так учить. Так учителя старайтесь. Когда они говорят на каждого ученика по учителю, много. А я говорю, а 15 учителей для одного ученика, как? А царские детей так и воспитывали. Самые лучшие были, как Жуковский и Василий Андреевич, друг Пушкина. Воспитатель царя, и не один, по разным наукам разные были. Самые лучшие профессора, чтобы его поднять до такого уровня. Так что, вы поднимаете его выше уровня царства. Это дети царя небесного. Так их учите, чтобы как-то от зубов подскакивало. Нравственность была. А то двое остались и подрались у меня нынешний. Двое, никого нет. Пятишки разъехали двое, и все равно подрались между собой. Ваше личное впечатление, что эта женщина, она, говорит, за нас или против нас? За истину. За нас. За нас. Доброе расположение. Она говорит, я наоборот хочу помочь. То есть, ну дай Бог, чтобы это все было так и чтобы это было истинно. Так, меня интересует вопрос. Когда можно будет это опубликовать, чтобы не было вовред ни ему, ни ей, ни имена? Когда? А то найдется более грамотный человек и скажет, что делать, а то другое, да и повернет решение назад, переключит. Я советую с вами. Через год. Давайте год отработаем, посмотрим. Год, говорит, давайте год отработаем, посмотрим. Давайте. Принято. Потому что дальше... Так, ну как называется, поженщик? Татьяна Евгеньевна. Татьяна Евгеньевна. Татьяна Евгеньевна еще. Вот так. Будем молиться. Не забывай ее. Ну, которая говорила, да? Да, которая говорила, а остальные молчали. Молчали. Да, есть. Она сказала, ну-ка, я дам распоряжение, то есть она главная. То есть все ей. Она могла сказать, вот, сделать так и все. То есть сама или директору сказать, решай сама и не ездить. Она говорит, я могла только указание дать и не ездить. Она говорит, сказала бы, делай сама, она директору Корчено. А та, говорит, что там ничего бы не сделала, уволилась бы и все просто. Поэтому я, говорит, сама пришла. Да, ее имя и директора школы местные. А та же самая старая. Не, не Лена. Сейчас, Елена. Вообще легко запомнить. Елена Анатолия. Вообще легко запомнить. Как, Бабарни Владимир Владимир Николаевич. На его место заместитель Владимир Николаевич. Так, а фамилия другая. Вот, возьми Иванов. Фамилия была какая-то, которую ледной водой обливались-то. Порфирий Камеевич. Ни Порфирия нигде нету, ни Камея нету. Имена-то давали-то. Это оно в Украине. Значит, указание такое было. Какой он родился, так и называть. А тут... А вот мамонтов... Ефим Мефодиевич. А стоит-то памятник у мамы. Да, 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 да. Ефим Мефодиевич. А вот женщина, которая... У нее 11 сыновей было, и все погибли на фронте. 11 детей. Ей памятник поставили, звать ее Эпистимия. Эпистимия. Мефодиевич. Вот какое я думаю. Ну что, все время будем помнить, молиться, благодарить. Молиться, да. Все, так. Ну и все, отрываю. Еще. Еще.